друзья всем пламенный огромный привет минувшие выходные посещал ярмарку в город кропоткин там продавались попугаи канарейки рыбки курочки уточки в общем я приобрел себе там замечательных кур породы доминант хочу вам продемонстрировать эту обновку посмотрим пойдем сейчас вам все покажу посоветуемся чем лучше кормить как лучше кормить курица мясо яичной породы то есть я вот сейчас озадачился вопросом как кормить чтобы курица соответствовала своей яйценоскости то ли кормить специальными кормами уже готовыми то ли делать свои комбикорма мешки вот это вот не знаю как лучше чтобы курица и не слазь хорошо и не зажирела в общем как найти золотую середину идемте смотреть кур и процессе немножко поговорим о кормежке содержание и вот мы с вами в курятнике принес немного зелени вот мокрица которую любят канарейки попугаи полезная трава и и также очень хорошо любят курочки в общем давайте по порядку с порога начну что присыпка у меня здесь стружка мелкая раньше была шелуха от это от просто от овса от семечек попугаи кушали и шелушки сыпал сюда потом течение года все это дело перепрела все это отнес на кучу сейчас обновил новую подсыпку сделал из стружки из опилок из мелких вот эти четыре курицы ко мне приезжали год назад или полтора года назад тоже видео снимал они приехали мои старушки все почему-то потом быстренько слигли прям дружно у меня было 25 кур по приезду молодых вот этих вот молодок черных не знаю может эти были привиты а мои были с подклочки не привитые в общем они встретились и мои домашние куры просто посыпались но это отдельная история значит сейчас я привез 20 молодок вот они сидят видите каком тут гнезде кстати в гнездо залезли там могут быть яйца на могут подавить яиц нету яйца видимо уже сегодня собрали в общем и целом возраст у этих курочек два месяца и неделя цена у этих курочек 270 цена была 250 попросил сделать одних курочек и он говорит давать на 20 рублей дороже в общем по 270 все правильно помню привез сейчас вот высадил смотрите они буквально что день второй день сегодня куры что старые доминанты мои годовалы что эти малолетки в принципе дружно а вон траву таскают у них тут спор пошел за травы надо было чуть больше принести курочка курочка вполне себе реально такая ручная хотел сказать говорю реально курочка вполне себе ручная спокойная порода до этого я держал адверское серебро те постоянно без конца расклёвывали друг друга били молодняк били новеньких то есть вот доминант мне очень сильно нравится и тут видите взял дымчатые попросил разноцветных там вот он стоит с рыжей грудкой вон он с рыжей грудкой все будут курочки может в дальнейшем петушка купить чтобы своих цыплят приобрести но такие вот вещи с прививками не знаю как быть лучше готовы купил уже привитые пускай растут так вот видите я им сделал насъезд или это не я делал в общем сарае есть насъезд сарай побелен обновлен молодняк ждали приготовились по корму намешал я значит им самодельные домашние тут пшеница кукуруза овес семечки немножко гороха все это перри опроса рапса тут еще много там мешок порвался подмелся и в комбикорм отсюда перемешал корочки кушают видите курица значит это мясо личное вот кто знает из моих зрителей подскажите пожалуйста кто-то может подсчет вел какой-то как лучше кормить птицу чтобы было из-за не затратно по времени допустим готовить какие-то там шулюмы варить какие-то каши это же время время это деньги то есть надо как-то вот я склоняюсь может быть покупать готовый комбикорм в мешках да он дорогой но мы мешок открыли насыпали сюда курочка кушает там все сбалансировано время не занимает минимум так что вот как лучше не знаю на рынке с продавцом общался тоже говорит вот удобно готовым кормить время мало надо все сбалансировано я раньше пробовал сам балансировать там пшеницу кукурузу семечками бывает что-то пересыпешь или плохо поменяешь куры наедятся кукурузы потом смотришь пожаре ли ходят жирные не несутся вот какая эстафета значит по корму вопрос у нас остается открытой пишите пожалуйста в комментариях или в личных сообщениях у кого есть мой номер на ватсап как лучше сбалансировано кормить курицу чтобы потом еще выиграть на яички чтобы излишки можно было продать и тем самым куры себя окупали хотя бы свой корм значит по поводу воды воду сделал вот такую штуку тоже это не я делал помогли мне добрые люди значит здесь наполняется водой она тяжелее идет вниз экран перекрывается очень удобно курица подошла вот так попила и пошла дальше смотрите все сухо везде хорошо на цепи висит вот там запитана вода сюда и все это приходит это евро розетка она очень хорошо меня вручает потолок утепленный подбит вон видите там вата стекловата в два слоя утепленный подбит вот этими дверями со старых шифонеров шкафы старые советские савдеповский вот они пошли на крышу вот видно хорошо класс закрыл пока я их не выпускать этих курочек пока не выпускаю потому как они еще маленькие думаю пойдут там то холодно то жарко то дождь пойдет пока здесь в общем такая у меня обстановка такие обновочки чем кормить пока корму вот так но сперва конечно я им привез немножко фитого старта нет роста привез подмешивал 50 на 50 самодельную и покупную они это покушали сейчас старт рост кончился кушают комбикорм самодельный дерь называется наверное ребята некоторые варят рыбу туда это дело все заваривают запаривают кто-то иначе как-то готовит но в общем не знаю как и что также много людей советуют покупать готовы сбалансированные сыпать и кормить и не заморачиваться этими кашами малашами все друзья в дальнейшем буду вам немножко снимать видео про курочек как они у меня понеслись яйценоскость важно кстати в гнездах тоже видите опилок насыпал все чисто и чисто это пока периодически надо поддерживать чистоту перед выходом такую сетку положил ноги почистил вышел и пришел все друзья до скорой встречи вот ведь какая говорил говорилка а вот а вот вот и